Привет, друзья! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаринк, и сегодняшний наш обзор посвящен классическим гитарам с верхней декой из массива кедра, потрясающее дерево, которое обладает уникальным тембром. Сегодня мы выбрали три недорогие классические гитары известных европейских брендов, которые обладают отличным звучанием, достойным качеством и прекрасно подойдут в качестве инструмента для обучения. Готовы? Поехали! Итак, друзья, первая гитара, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, сделана в Болгарии компанией Cremona, но это не та Cremona, о которой мы все привыкли слышать, не чешская Cremona, а именно болгарская Cremona. Основана эта компания в 1924 году, это очень важно, почему так акцентирую ваше внимание, потому что сегодня у нас будет еще одна Cremona, чешская, но об этом немножечко позже. Итак, модель называется S65C, букачка C означает как раз-таки кедр, и гитара эта принадлежит к линейке Soloist или Solist, я подозреваю, в переводе это означает. В общем, гитара идеально подходит для учащихся музыкальных школ и начальных курсов колледжей музыкальных. Ну и в целом, давайте расскажу, из чего сделан этот инструмент. Обечайка и задняя дека выполнены из дерева саппеля, гриф сделан из махагонии, накладка на гриф выполнена из традиционного палисандра. Вся гитара покрыта глянцевым лаком и выглядит очень изящно, достаточно симпатично. Давайте послушаем, как же она звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, следующая гитара от компании Sturnal. Вот это как раз-таки та самая Cremona через буквочку C, которую все мы так хорошо знаем. Чешская компания с многовековой, кстати, историей. Раньше компания изготавливала не только гитары, но и смычковые инструменты. А в 92-м году прошлого столетия она начала называться Sturnal. Модель называется Carman. Выглядит достаточно вот так вот строго, классический. Нижняя дека, обечайка и гриф выполнены из махагонии. Накладка на гриф сделана из палисандра. Опять же, покрыта глянцевым лаком. И давайте послушаем, как же звучит Cremona из Чехии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последняя гитара от испанской компании Aliembra. Модель называется Z-Nature. Эта гитара уже ранее фигурировала в наших обзорах. Вот здесь вот оставляю ссылочку. Можете обязательно посмотреть отдельный обзор на этот инструмент. По использованным материалам она ничем не отличается от предыдущих струнал. Те же махагонии и палисандр. Но зато корпус имеет отделку open-pore, составляющую поры древесины открытыми. Благодаря этому гитара звучит мощнее и ухаживать за ней, кстати, намного проще. Она матовая, имеет матовое покрытие приятное. Давайте теперь послушаем, как же она звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Несмотря на то, что все из наших сегодняшних гитар относятся к начальным линейкам, тем не менее, каждый из них обладает своим собственным тембром и уникальным характером. Поэтому теперь давайте послушаем, как на них будут звучать одни и те же произведения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что же, друзья, вот так звучат наши классические гитары с кедровой декой. Напишите обязательно в комментариях, какая из гитар понравилась вам больше. Я же позволю себе высказки, я же позволю себе высказки, я же позволю себе высказать свое субъективное мнение, здесь вживую мне сегодня больше понравилась Алямра ZNature за счет своего матового покрытия, open-po. Она звучит действительно намного живее, намного ярче, мощнее, и звук действительно вот такой вот настоящий кедровый, я даже заностальгировал, вспомнил свое классическое прошлое. Действительно здорово, надеюсь, вам понравилось и было полезно. Обязательно выбирайте только хорошие гитары, смотрите только хорошие каналы, и увидимся с вами уже в новом видео. Меня зовут Иван Захаренко, это канал Music Market, всем хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok